Всем привет и добро пожаловать ко мне на канал, канал посвящен синтезаторам, электронной музыке и моему творчеству. Если вам такое интересно, обязательно подписывайтесь. Также не забывайте нажимать на колокольчик, это позволяет моему каналу расти. Если в первые часы видео набирает определенное количество просмотров, то YouTube его начинает рекомендовать дальше. Так что жмите колокольчик. Ну а сегодня у нас премьера от компании Arturia Acid V. Именно так называется новый плагин от компании Arturia. Это копия Ronda TB-303, Acid Bass машина, которая претерпела ряд новшеств, которые Arturia добавила в этот плагин. Помимо звука этого синтезатора, здесь есть расширенная версия секвенсора. На самом деле она очень интересная. Давайте уже посмотрим, что же тут такого интересного. Сам синтезатор выглядит как оригинальный TB-303. У него есть Pitch, Cut-Off, Resonance, Envelope, Modulation, Decay и Accent. Также здесь добавлен сабосциллятор и секция с Distortion, которая содержит в себе различные типы перегруза. Давайте мы сначала послушаем некоторые пресеты, которые здесь есть, для того, чтобы понять, как разнообразно может звучать этот плагин. Давайте с драм-машиной сразу я подключил DigiTag к своему компьютеру по USB, для того, чтобы синхронизировать с каким-то битом уже этот плагин. И можно было уже понимать, как работает этот бас-синтезатор. Кнопкой Hold мы зажмем. И в этот момент запустится секвенция, которая была прописана. Покрутим ручки. Резонанс. Резонанс. Ну, конечно, с эффектами звучит здорово. Давайте попробуем их отключить, чтобы подслышать голый звук этого синта. Добавим Distortion. И сабосциллятора. Sign выберем. Переключаем октавы. Минус один или минус две октавы. Давайте послушаем теперь другой пресетик. Мне кажется, эта секвенция классно послушать с басом. То есть с сабосциллятором. Снова отключим эффектики. Следующий пресет. И покрутим резонанс. Готов. Можно переключать осциллятор. Из пилы в квадрат. Еще один пресет. То есть, если даже у вас нет какого-то клевого реверба, то в этом плагине уже есть свои эффекты. Это здорово. Чуть попозже мы их разберем. Как всегда, Артур я приготовил очень много различных пресетов. Давайте на примере этого паттерна мы послушаем, как звучат различные типы дисторшена. Soft clip. Tape. Tube. Wave folder прям интересная штука. Transistor. Thick. Crunch. Прикольная здесь такая анимация, которая позволяет чуть-чуть одушевить этот звук. Ну, давайте попробуем прямо сейчас сделать вот что. Мы сделаем новый пресет абсолютно с нуля. Зажмем hold и пойдем сразу в секвенсор. Я покажу, как работает секвенсор. Мы можем выбрать, сколько шагов будет. Сейчас 16. И вот эта очень крутая функция, называется transmutation. Мы можем сгенерировать секвенцию, просто покрутив вот эту колбочку. Похожую на колбочку, которая есть в микрофрике. Денсити мы выставим в количество, сколько шагов будет задействовано из 16, например, в процентном соотношении. Также он автоматически выставляет слайды, акценты и вибрато, потому что transmutation влияет сразу на все эти параметры. Но, когда мы выставляем слайд, то происходит некое скольжение ноты, как в классическом TB33. На акценте появляется, соответственно, акцент этой ноты, которая регулируется вот этим параметром. Ну и вибрато также можно выставить и регулировать ее в этой зоне. Попробуем собрать какую-то мелодию клевую. Кстати, можно выставить скейл. Давайте выставим ACED DREAMS. Это какие-то скейлы специальные для этого синта подобраны. Ну и есть такие же натронные миноры, гармоник миноры всем известные уже популярные скейлы. Можно выставить playback. Вперед-назад. Или совместно вперед-назад, да, или просто вперед-назад рэндом. Допустим, мне понравилась вот такая. Попробуем почаще сделать. Не, ладно, вернем. И пойдем покрутим настройки синтезатора. Можно выбрать осциллятор, пила или квадрат. Давайте сразу пойдем с козырей и добавим сап-осциллятора. Который также имеет три волны, сайн, пилу и квадрат. Мне нравится сайн. Немножко добавим драйва. Здесь еще есть очень интересная скрытая панель. Чтобы ее открыть, нужно нажать вот эту кнопку. И здесь нам доступны дополнительные штуки, такие как cut-off range. Pitch Tracking. Noise Gain. Акцент атак. Он, я так понимаю, смягчает эту атаку. Пульс Width. И Bass Boost. Который, я так понимаю, работает только на сап-осциллятор. В общем, это что-то похоже на моды, если бы они были в реальном синтезаторе реализованы. Ну, а теперь давайте добавим эффектов, которые тут есть. Здесь есть несколько разделов с этими эффектами. Например, первый. Уже стоит дилей. Эти эффекты также хранятся в пресетах. Есть компрессор. Параметрический эквалайзер. Фейзер. Реверб. Тейп-эхо. Я люблю тейп-эхо. Давайте тейп-эхо. И три раздела с модуляциями. Сейчас они никуда не отправлены. И чтобы их отправить, нужно просто взять и перетащить, например, на... Давайте на фейзер. Эту модуляцию мы можем также рисовать. Вторую модуляцию давайте отправим на фильтр, например, по классике. Нарисуем что-нибудь поинтереснее. И вот так. Третью модуляцию отправим на Envelope, например. И так, что же еще есть интересного с секвенсором? Помимо того, что мы можем его генерить в Density, то есть делать количество этих шагов, автоматически менять, например, тем самым развивая нашу аранжировку. Теперь в начале трека будет вот такая часть, потом он будет такой. Ну, а дальше он может быть каким-то таким. Самое интересное, мы можем добавить, мы можем экспортировать и сохранить эти секвенции. То есть, чтобы сохранить, мы называем как-нибудь ее, давайте назовем ее CatMod. Все, теперь она у нас сохранена среди других пресетов секвенсора. И мы можем ее экспортировать очень просто. Сейчас мы холд зажмем и снова вернемся к тому, что было. Блин, как-то по-другому заиграло. Вот она наша медиа-дорожка, которую мы экспортировали. И я ее прописал синтезатору Profit 5, чтобы он играл какой-то дополнительный background. Набоим эффект. Tape Delay. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вот, я просто холд зажал. Не в то время, поэтому, похоже, она немножко сдвинулась. Кстати, это также можно легко редактировать. Помимо секвенсора, тут еще есть арпеджиатор. Давайте остановимся на секвенсоре. То есть, можно сдвинуть его влево или вправо с шифтом, например. Если что-то пошло не так, или вам больше нравится в другую сторону. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И очень крутая штука полиритмики. Сейчас мы их активируем и посмотрим, что будет происходить. Во-первых, здесь устанавливается вот такой флажок, который можно сдвигать, например. Оставим 16. Именно на воспроизведении октавности, которые здесь также можно регулировать. То есть, каждый шаг условно-вертикальный, это есть определенные настройки. Можно октаву поднять, например, у этого шага. И самое интересное, что и в слайде, и в акценте, и в вибрато есть тоже вот эти полиритмы. И получается, слайд срабатывает не только на первую ноту, но он срабатывает в каком-то генеративном таком ключе, когда оказывается вот этот квадратик в этом месте с той или иной нотой. Получается, что секвенция начинает жить своей жизнью. Не мелодии, точнее, не ноты, а именно какие-то вот модуляции по слайду, или по вибрато, или по акценту. Такого, конечно же, не было в Round TB303, но этот секвенсор, это нечто другое. Мне кажется, что этот секвенсор очень ценен, и его можно использовать и для других синтезаторов, потому что очень просто вытащить его, и все. Или также сгенерировать какую-то мелодию. Давайте еще чуть-чуть погенерим. Просто покрутим эту колбочку. И очень быстро мы просто возьмем ее и скопируем на другую дорожку. Кто-то замирает в тот момент, когда я... Сейчас я его активирую заново. И вот секвенция, которую я вытащил оттуда, пускаю ее на другом синте. Ну, это я использую так. Вы, на самом деле, можете как угодно использовать эти меди-дорожки. Можно отправить их, например, в тот же DigiTact, и тогда у вас будет клевый источник вдохновения для секвенций, которые могут стать будущим вашими треками. Мне кажется, это крутая тема. Новый плагин от компании Arturia, который позволит вам иметь не только Roland TB-TX-T3 в своей цифровой студии, но и также наикрутейший секвенсор с какими-то генеративными параметрами, такими как Accent, Slide, Vibrat. Я считаю, что это очень крутая идея, особенно секвенсор мне понравился. Я думаю, что если Arturia внедрит этот секвенсор в какой-нибудь синтезатор, такой как Micro Freak, то это станет еще и праздником для любителей давлес-сетапа. Также мне очень понравилось то, что можно добавить какой-то индивидуальности этому звуку такими параметрами, как Noise Gain или Clipper. Сабосцелятор дает возможность партии звучать также вдвойне, скажем так, на двух октавах, что позволяет делать микс этой секвенции гораздо плотнее. Мне кажется, я точно буду использовать этот секвенсор для того, чтобы прописывать басовые какие-то идеи и закидывать их в свой секвенсор DigiTag, чтобы в последующем раздавать на другие устройства. Ну и если понадобится кислотный звук TB-303, то, пожалуйста, можно использовать его отсюда. Не так часто приходится использовать этот звук, потому что, сами понимаете, трек такой, в таком стиле довольно специфичный, но, тем не менее, иногда задачи он некоторые должен закрывать в миксе. Ну и также в арсенале компании Arturia теперь есть плагин TB-303. Я, на самом деле, удивлен, почему раньше его не было. Так что поздравляю всех с такой возможностью использовать теперь 303 в своей цифровой студии. Ну что же, на этом сегодня все. Я надеюсь, вам понравилось видео. Обязательно оцените его. И становитесь подписчиками, если у вас есть возможность становиться бустерами. Подписывайтесь на мой канал, смотрите видео про синтезаторы. И до скорой встречи. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!